Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Не садилась давно вот так вот в кадр и прям отвыкла. И на самом деле, сегодня я вставлю вам дальше кусочки влоговые, которые снимала чуть-чуть, не выложила их еще. Если будет интересно, досмотрите. А тем, кто пришел исключительно, это что ж такое? Что ж такое? Какая-то волосина. А если вам интересно исключительно эта тема косметическая, то потом просто уйдете. Скажете пока, хватит мудеть. Итак, что у нас сегодня? Кстати, спасибо вам за лайк и комментарий данному видео. Очень помогают каналу. Вижу, что подписываетесь. Последние пару дней чуть активнее, поэтому огромное-огромное спасибо. Джорджи бегает где-то там, зевает, конечно же, как всегда. Я не могу без него снимать видео. Это просто невозможно. Он мне не разрешает этого делать. Говорит, я буду, детка, с тобой. Кстати, в инсте я показывала. Институт сейчас тоже прикреплю где-нибудь тут. Купила вчера у бабушки, которая уже заканчивала, рассадилась в солнце. И она продавала какие-то фрукты, овощи и цветы. Вот они, астры. Красивенные. И у нее уже один букетик оставался. Я решила, заберу, пусть едет домой. Иначе я думаю, будет тащить их. Сейчас не время. Кстати, а что я их сюда не поставила? Да? Насколько лучше кадр? Ммм? Совсем другое дело. И теперь они меня радуют, а она вчера закончила свою продажу и уехала к себе куда-то в область. И что хотела сказать? Показываю вам. Попал мне такой бальзам. Вот такой бальзам. Попользовалась. Полбанки почти изюзала. Потом такая, думаю, что-то тут не то. Что здесь может быть не то? И такая, ты не почитала состав. А я как бы зачастую люблю изучать состав. Я еще очень люблю смотреть, с какого города и с какой страны продукт. Это Польша. Это Польша. Это не мои гости привозили мне, которые приезжали. Нет, у меня раньше появился продукт, но как бы я за столько времени не успела бы использовать полбанки. В чем нюанс? Это продукт, который не то, что не увлажняет волосы, он делает еще хуже. Почему? Потому что читаем состав и делаем свои выводы. Вот эти всякие таблички, надписи, которые нам оставляют силикон фри или что-нибудь еще в этом роде, они еще ничего не значат, что продукт, значит, вам сделать лучше. Кстати, силиконы, это не всегда плохо. Не стоит паниковать и кричать, боже, я не возьму этот космический продукт, потому что там силиконы, это супер вредно. Нет, силиконы тоже могут создавать защитную пленку и быть полезными для ваших волос. Это не все так работает, не все так вот, прям вот силикон, значит, плохо. Нет. Плохо, знаете, что? В составе на первом месте вода. Сейчас сделаю вам крупнее. А я должна, наверное, вот так вот щик тебя, давай, дед, пить есть. Сфокусировался? На первом месте здесь у нас вода. А что у нас это означает? Это означает то, что максимально удешевили сам состав. Максимально дешманский и голимый. Почему? Потому что вода на первом месте, ингредиент, который стоит, всегда идет по убыванию. На первом месте тот ингредиент, который больше всего в продукте. Камера качается, я убираю руки. Его больше всего. Это значит, что это вода, она не сделает ничего. Ну, ничего она не сделает с вашими волосами. Вы же понимаете, да? Вот если вы простоите под душем полчаса, ваши волосы не станут до этого более увлажненными. Густыми, хорошими, замечательными и не такими сухими, и не будут подать кончики. Нет, так это все не работает. Первое место вода. А на втором месте у нас спирт. Спирт, который дает у нас эмульгацию, вот эту плотность продукта. А я еще такая думала. Почему после того, как я воспользуюсь данным бальзамом, у меня пена с волос стекает? Такая типа, what the fuck? Как такое возможно? Зачем она нужна мне, эта пена, если я хочу умаслить волосы? Сделать их более гладкими, более такими скользящими? А там пена. То есть она продолжает открывать чешуйки, она не сглаживает. Поэтому обращайте внимание. Дальше уже пошли какие-то там вот это-то-то-то-то. Кокосовое масло у нас идет на раз, два, три, четыре, пятом месте. Это не значит, что его много. Его может быть там буквально пару грамм даже. Не берите продукты, на которых на первых местах какие-то дешманские ингредиенты, или вот они заменили это водой, чтобы вам не добавлять до масел, и даже не использовать кокосовое масло в большей степени. То есть не поставили вы на первое место для того, чтобы вы наслаждались. Возьмите лучше банку с кокосовым маслом. Я вам показывала маску с кокосовым маслом, как я делаю? Вроде же показывала, да? И сделайте маску с кокосовым маслом, и будет больше эффекта, чем вот этого вот. Больше нет. Вот что теперь с ним делать? Что делать с полбанка и кондиционером? Выкинуть? Мопед. Мопед, обычный мопед, не шахет. Кстати, у нас пару дней пока тихо. Где-то я находила какие-то варианты использования, там что-то, или стекла протирать, или что-то такое. Я почитаю еще. Ну вот полбанки абсолютно бестолкового продукта. Нет. Смотрите на первые продукты в списке ингредиентов, и вы сразу все поймете. Не понимаете? Открывайте Google, пока стоите в магазине, не знаете, выбрать вам или нет, и читайте, что это за продукт и за что он отвечает. Если на втором месте стоит продукт, который отвечает за эмульгацию, вот эту всю текстуру, то он тоже для ваших волос ничего не сделает. Он просто сделает продукт приятным в использовании. Хотя я бы даже приятным не был. Все, вы поняли. Такие бальзамы ни в коем случае не берем. Детская площадка находится на другой стороне дома. Но нет, нужно здесь тусить обязательно. А вот это пример обалденного состава. Вот такие продукты берите, обращайте внимание, безусловно, стоимость их уже значительно выше. Почему? Потому что ингредиенты здесь на первых местах стоят лучшие. На первом месте у нас идет сразу же масло, масло, грейп, винограда. Все, виноградное масло на первом месте. Дальше уже нечего объяснять. Дальше уже как бы это больше всего его там в этом составе. Дальше уже пойдет что-то меньше. И то здесь дальше идут лауреат сульфат. Все его так боятся, не стоит бояться. Просто один из лучших продуктов этого мира. Локситан, котики. Вы красавчики. Вот это масло для душа, оно такое... Я вам уже его расхваливала. Я просто обожаю. Оно увлажняющее, оно офигенно пахнет. У него такая текстура, видите, оно такое очень жидкое, как масло реально. Ну, то есть, понятно, здесь не стопроцентное масло, а смесь из масел и, конечно же, какой-то силикон тоже добавляют. И ничего в этом смертельного нет, не стоит его бояться. Но на первом месте масло. Это очень важно. И всегда смотрите, что стоит. Я как будто сейчас говорю, как будто меня ускорили на 0,5 или 1, или 3. Я, кстати, так видео никогда не смотрю. Я люблю получать довольствие от видоса. Чик-чик. Следующее. Как вы видите, мое лицо достаточно светлое в сравнении с... Пицуха. С кожей тела. Почему? Потому что SPF и панамочка. Потому что обгорать... Я сейчас еще с озера вам ставлю вставочку нашего любимого. Сегодня мы были там вообще... Мы сначала пришли, там было пару человек. Это буквально там какие-то люди старшего возраста, парочку, которые там... Дочка с папой пришли, взяли пиццу, взяли колу, взяли сок. Там дедушка старенький был. И они вот наслаждались этим солнцем. Не было кричащих детей, были взрослые. Буквально человека 3-4 было. Это было прекрасно. Это было восхитительно. И вот, я загораю телом, да. Но сюда... Да, смотрится в кадре сейчас ничего. Но это лучше, чем потом сидеть с пигментными пятнами, вводить их просто невероятное количество времени. У меня, кстати, одна клиентка была. И она рассказывала, кстати, товарищи, имеющие пигментные пятна, имели ли вы опыт удачного удаления или нет? Или что-то сейчас на этапе каком-то? Потому что вот она сказала мне, что у нее появилось одно пигментное пятно где-то вот в этой вот зоне. И говорит, я теперь с ним ничего не могу сделать. Дама при денежке хорошей, да, то есть она может себе позволить различные процедуры. И она начала ходить к косметологу и лазером пытаться удалить это пятно. И эта собака такая въедливая, это пятно. Она говорит, я уже кучу процедур сделала, уже несколько лет я с ним борюсь, я никак не могу его вывести. Если знаете, напишите. Я не могу поделиться пока такой с вами информацией, как выводить пигментные пятна. Но может быть вы знаете и поделитесь с теми, кто прочитает внизу комментарии. Цветы, да? Вот такой вот сегодня посыл. Светлая кожа, да? Смешно так. Оно еще так на видео не передается, но в жизни прям вообще типа сильно отличается. Эндр мне говорит, у тебя ноги темнее, чем лицо. Я говорю, так задумано, малыш, так задумано. Чтобы потом не страдать от сухости кожи и от пятен. Я ничего, я подкрашусь. Или же там позагораю чуть-чуть лицом, но с SPF-очкой. Ну я вообще в принципе сейчас его прячу. То есть какая-то вот эта небольшая часть попадает и все. Блин, я видела в девушек. Это просто эти, это какой-то издевательство с женским полом, честное слово. Видела пигментные пятна над верхней губой, они выглядят как усики. Ну блин, это так, ну че так, че так. А у мужчин бывают пигментные пятна? Я не видела. Или я их не рассматривала. Или женщины больше зацикливаются. Но прям так жалко. И потом она тратит кучу времени, денег и слилась, чтобы вывести эти свои пятна. Потому что она просто хотела понаслаждаться солнышком. Шан, шан, ты меня слышишь, я знаю. SPF 50. В сумочку и я тоже буду. Не 50, так 30 или 40. Но я просто себе еще, я не взяла, мне никак не руки не доходит взять себе больший процент. Я пока небольшим пользуюсь и преимущественно прячу вот это вот. Дело все, конечно же, потому что и так сухой блонд, он потом будет чувствовать себя очень плохо. Это знаете, потом лето заканчивается, наступает осень, барышня такая, там, сушит волосы, смотрит и такая, теперь срочно их нужно лечить, потому что за время летнее она их убила в хлам из-за своего загорания или не прикрывания каким-нибудь головным убором. Короче, если я долгое время нахожусь на солнце, я щепку, чик, сюда и прицепила. Ну, вы видели, у меня в Эльсте, да и здесь тоже мелькало. Я сейчас будет, все, делаю вставочки небольшие, влоговые. И желаю вам отличного настроения. Пишите комментарии. Пишите, из какого вы города. Че вы такие лентянины, с какого вы города? Вот посмотрела последнее видео, там, достаточно приличное количество человек. Никто, блин, написал, никто не написал, с какого вы города. Юг, вы здесь, где ваши ручки? Одесса Николаев. Все, никак мне никто не ответит на тему моей кинбургской косы. Что с ней и как она? Спалили ли ее окончательно или она еще жива? Все, отличного вечера. И спасибо за ваше внимание. Если захотите помочь каналу, оставляю ссылочку в описании. Вот мы открыли Ледузькин презент. Полезные десерты и сухофруктовые орешки без сахара. Очень вкусно. Так много радостей в жизни нельзя сразу. Чуть-чуть отложить надо. Это я взяла была по скидке мои любимые снайки из топиоки со вкусом креветки. Обожаю. Вообще, все, что с креветкой, обожаю. Ютубчик вставим. Это не то озеро, которое обычно. Это другое озеро. Здесь не купаются. Здесь живут птички. Вот они. У них есть домик. Камыши дикие. И в них по-любому куча щук. По-любому. А Эндрю у нас тут делает крылышки. Вот это озеро, в котором мы купаемся. Его чистили, сливали в воду местные жители. Засыпали специально песок, чтобы не было ила, чтобы можно было спуститься. Даже ступенечки сделали. Вот видите вы здесь, как много сегодня людей. Просто наслаждение. Только вот водоросли тут немножечко видны. И по сути все. А так водичка чистенькая. И просто, просто балдеж. Только чисто, что мне захотелось забрать. Но это еще и опасно. Когда же уже люди перестанут какать там, где отдыхают? Это же очень опасно. И закончим это видео. Красивая пицца. Невероятно вкусная. Узваром лимонадиком. Отличное настроение.